Главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская выступила резко против смягчения санкционного режима против Лукашенко и его приближенных. В частности, недавно западные лица заявили, что они готовы снять санкции с калийных удобрений, производимых в Беларуси в обмен на транзит украинского зерна через территорию республики. Тихановская подчеркнула, что Лукашенко продолжает играть грязные игры и использует возможный кризис продовольствия в своих целях. Он прикрывается опасениями по поводу голода в мире и пытается уйти от ответственности за террор и соучастие в войне. Не будем забывать, за что были наложены санкции на белорусский калий, за репрессии против рабочих и гражданского общества, использование мигрантов в качестве оружия, угон самолета, помощь Путину в войне, заявила Тихановская. По словам оппозиционерки, калий – ключевой ресурс для белорусского режима, но вырученные деньги не приносят пользу белорусам. Поэтому вернуть режиму возможность зарабатывать значит дать ему деньги на уничтожение белорусов и украинцев, считает Тихановская. Лукашенко кажется особенно обеспокоен тем фактом, что международное сообщество называет его соагрессором. В 2015 году он выработал для себя совершенно новую региональную идентичность, содействуя переговорам, направленным на прекращение конфликта на Донбассе и предоставив место для подписания минских соглашений, которые должны были привести к прочному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта. Спустя семь лет дипломатический вклад Беларуси забыт. Вместо этого продолжают накапливаться новые пакеты западных санкций. Даже если Лукашенко серьезно возьмется за новую попытку уравновешивания, ему сначала придется заслужить право быть услышанным. Такая высокая планка сама по себе может быть серьезным препятствием для Минска, который рискует вызвать раздражение Кремля, вновь открыто заигрывая со своими врагами. В долгосрочной перспективе этот пессимистический прогноз может измениться в зависимости от того, чем закончится война для России. Если режим Путина каким-то образом ослабнет до такой степени, что он не сможет субсидировать своих оставшихся союзников и проецировать военную мощь в непосредственной близости от себя, Беларусь вполне может повторить процесс, наблюдаемый в регионе в конце 1980-х годов. Точно так же, как коммунистические режимы в Центральной Европе распались, когда Советский Союз показал, что не может их поддержать, Беларусь будет вынуждена реформироваться и вестернизироваться, если путинская Россия станет достаточно слабой, при условии, конечно, что Минску удастся сохранить свою государственность до этого момента.